Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите программу событий. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главная тема дня. Днем собирали мебель, а по ночам бомбу. В Зубчининовке задержали двух предполагаемых пособников ИГИЛ. В Самаре продолжается суд над отставным полковником Гру Владимиром Квачковым. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Приятная добавка. Пенсионеры Самарской области получат 5000 рублей. Чудо под Новый год. Пятилетняя Хадижа из детского дома нашла маму. Крым идет к нам. Почему в Самаре автомобилистам стали выдавать госномера 82-го региона? На окраине Самары сотрудники ФСБ провели спецоперацию. Изъято самодельное взрывное устройство, задержаны двое человек, которые могут быть причастны к террористической организации Исламское государство, запрещенное в России. В выходцы из Среднеазиатской республики 1-24 года, 2-21 работали экспедитором и сборщиком мебели. По оперативным данным, они помогали землякам обосновываться в России. Предположительно, в ИГИЛ их завербовал один из мигрантов. При обыске в квартире задержанных нашли самодельную взрывчатку мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Что такое здесь? Что за механизм? Предположительно, взрывчатку мужчины собрали по инструкции своего вербовщика из веществ и предметов, находящихся в свободном доступе. Бомбу сделали на основе селитры. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемых в нападении на начальника Отрадненской полиции и его жену арестовали на два месяца. Меру пресечения избрали в Волжском районном суде. Даниил Елтышев, Андрей Пермяков, Виталий Яранкин, Эрнст Яцуненко и Кристина Чистякова будут под стражей до 11 февраля. Напомним, по версии следствия, в ночь с 10 на 11 декабря на Дмитрия Вашуркина и его супругу Екатерину напали пятеро злоумышленников в их доме в селе Смышляевка. Жена полицейского скончалась на месте. Первоначально говорили о том, что преступники проникли в дом жертв и ждали их там. Затем силовики выдвинули другую версию. Злоумышленники, встретив потерпевших в магазине, осуществили за ними наблюдение с целью завладения их имуществом. После чего завладели тремя золотыми цепочками и портмоне с банковскими картами и незначительной суммой денег, которые принадлежали потерпевшим и скрылись. В настоящее время врачи оценивают состояние раненого полицейского как стабильно тяжелое. Будучи в тюрьме, оказался на скамье подсудимых. В Самаре началось судебное следствие по делу Владимира Квачкова. Отставной полковник ГРУ сейчас отбывает наказание в Мордовской колонии за подготовку вооруженного мятежа. Тем не менее, это не помешало ему выложить в интернет обращение, в котором эксперты усмотрели призывы к терроризму. Репортаж Алины Чемерес из зала суда. Первыми в зал суда заходят сподвижники Владимира Квачкова. Вскоре заводят и его самого. Журналистов на заседание не пускают. Снимать разрешено только в перерывах. В марте прошлого года Квачков, находясь в Мордовской колонии, записал обращение и выложил его в интернет. По мнению экспертов, в нем содержатся призывы к терроризму. Сегодня в Приволжском окружном суде «Аншлаг» все эти люди пришли на заседание по делу Владимира Квачкова. Они считают, в убеждениях прав ни в чем не виновен. Хотя ролик, который фигурирует в деле, практически никто из них не видел. Вы видели этот ролик? Нет, я не видела его. Я не могу судить юридически. Я могу только божественно судить. Божественно? Он прав. Потому что он за родину. Но методы, может быть, не те. Полковник Владимир Квачков уже три года отбывает наказание в одной из тюрем Мордовии. Его посадили за подготовку вооруженного мятежа. Скандальную известность отставной военный получил в 2005-м, когда стал фигурантом дела об организации покушения на Анатолия Чубайса. Видео, созданное в тюрьме, выпущено к десятилетию этого события. В нем Квачков говорит о так называемом национальном освобождении. Выводы экспертов как раз признали в действиях его, соответственно, осуществление вот этих призывов к осуществлению террористической деятельности. Обвинение основано на выводах специалистов, а именно экспертов. Вину Владимир Квачков не признает. Вы признаете, что там предусмотрено? Нет, конечно. Нет вины. Я считаю, что обвинение выдато, необоснованно, что в действиях моего подзащитного состава преступления не имеется. А идет политический процесс с тем, чтобы не выпустить моего подзащитного из рамок системы исполнения наказания. Сегодня началось судебное следствие. Хватает ли доказательств, еще предстоит выяснить. В случае, если вину докажут, санкция статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 5 лет. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, События. В Крым теперь и у нас самарцы начали получать регистрационные номера на машины с кодом 82. Но введение коснулось не только нашего региона крымские номера. Теперь выдают в Ульяновске, Оренбурге, Приморье, а также Курске и Новосибирске. Что изменится для водителей? Вернутся ли привычные коды? Узнавала Олеся Корецкая. Новая машина, новые номера и регион новый. Житель Самары Олег Андрухов теперь будет ездить на машине с кодом Республики Крым. Вот вы получили номера с 82 регионом. У вас ничего не смущало? Нет, совершенно. Да, Крымский регион. Воду ездить. Даже не столь важно. Крымские номера начали выдавать самарским автовладельцам в конце ноября. По городу и области уже ездят полторы тысячи таких машин. Меры вынуждены. В Самаре закончились регистрационные знаки, а поток машин к воротам Рео не иссякает и даже наоборот. Число регистрационных действий, связанных с выдачей госномеров в этом году, выросло на 10% по аналогии с прошлым годом. На помощь пришел Крым. Номеров с кодом 82 для жителей полуострова оказалось слишком много. И жестяные таблички теперь поехали по всей России. В Самару, Ульяновск, Новосибирск, Курск и другие города. В ГИБДД смену регионального кода на знаках восприняли спокойно. Советуют не волноваться и водителям. Никаких изменений в оплате транспортного налога, например, это не влечет. А если действующий номер необходимо заменить или восстановить, это можно сделать без потери родного кода. Номера с кодом 82 будут выдаваться самарцем до марта следующего года. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Домой на личных автомобилях. 32 новые «Лада Гранта» сегодня получили люди, пострадавшие из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Документы и ключи им вручили в торжественной обстановке. Олег Зверев познакомился с владельцами новых авто. Оформление документов, ключи и новый автомобиль – все по порядку. Сами владельцы машин пожелали, чтобы вручение прошло в торжественной обстановке. Александр Сиваков, общий стаж работы, 35 лет. Из них 15 отработал в кузнечном цехе на заводе. В итоге профессиональные заболевания машину с ручным управлением получают уже во второй раз. Чувствуешь себя, как бы, сказать, нужным еще человеком. Даже в семье, вот, куда-то съездить, я не знаю, там, в аптеку, в магазин, на дачу. На дачу приехали, красота. Новые автомобили «Лада Гранта» получили в этот день 32 человека. Личный транспорт им положен как пострадавшим от несчастного случая на производстве или из-за профессионального заболевания. Позвольте мне вас поблагодарить за ваш труд, прежде всего, за вашу работу, которую вы выполняли на протяжении всей вашей жизни. Извиниться за тех работодателей, которые не смогли обеспечить полную безопасность на ваших производствах. Но и пожелать вам все-таки здоровья и надеюсь, что автомобили, которые вы сегодня получите, позволят вам как-то облегчить жизнь. А всего в Самарской области такие машины получили 85 инвалидов. Еще шестеро получили денежную компенсацию. По закону фонд социального страхования должен предоставить им такой выбор. Все машины тольяттинского производства проверены и подготовлены специально для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы сегодня реально видим социальную заботу власти нашего государства о людях, которые получили травму на производстве. Мы сегодня эти люди ощутили, они получили реальную помощь от государства. И в виде этих автомобилей, чтобы жизнь была им легче, они себя чувствовали такими же полноценными людьми нашего общества. Сегодня же они уехали домой на новых машинах, со словами благодарности выразив пожелание, чтобы рабочие места становились безопасными и производственных травм было меньше. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Реконструкцию парка Воронежские озера и четвертую очередь Набережной могут провести на федеральные деньги. В ежегодном послании президент Владимир Путин сообщил, за пять лет города и поселки должны быть приведены в порядок. При этом будут обязательно учитывать мнение жителей. Из федерального бюджета на это готовы потратить 20 миллиардов рублей. На финансирование претендует и Самара. Мэр Олег Фурсов отмечает, в городе накоплен богатый опыт привлечения общественности к решению проблем. Этого курса власти будут держаться и дальше. Деньги в регионном поступят в марте следующего года. Конкурсная документация готова. В марте-апреле уже могут приступить к реализации планов. Мы подготовили ряд проектов, которые, надеюсь, будут поддержаны главой региона. И полагаю, что вот этот курс на то, чтобы менялся облик городов, менялся качество жизни, он будет в нашем городе выдержан. И, возможно, реализован даже досрочно, с учетом того, что мы имеем еще и деньги, связанные с подготовкой к проведению чемпионата мира 2018 года. Приятная добавка. Помимо пенсии и других регулярных социальных выплат, почти миллион пенсионеров Самарской области в январе следующего года получит по 5 тысяч рублей. Это связано с тем, что летом этого года не произошла запланированная индексация пенсий. И в правительстве страны приняли решение возместить этот недостаток. При этом февральская индексация пенсий в 2017 году будет выполнена в полном объеме на уровне инфляции. На единовременную выплату могут рассчитывать граждане России, постоянно проживающие на территории страны и являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря. Если человек получает две пенсии по старости и военную, выплата будет только одна. Никаких заявлений в пенсионный фонд писать не нужно. Получить деньги пенсионеры смогут с 13 по 28 января единовременно со своей пенсией. Те, кто январскую пенсию получит раньше, например, в декабре, могут ожидать выплату дополнительно в течение месяца. Если по каким-либо причинам пенсионер не сможет получить эту выплату в январе, беспокоиться не нужно. Она будет выплачена в следующем месяце. Либо можно прийти самому получить на почту, либо будет произведена ему доставка на дом в следующем месяце. С нового года в квитанциях за коммунальные услуги появится новая строка. Что изменится, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть немного прибавила в цене. За один баррель марки «Брэн» дают 54 доллара 10 центов. Курс валют на выходные. Доллар 61 рубль 75 копеек, евро 64 рубля 48 копеек. Золото стоит 2244 рубля, серебро 33 рубля 91 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 63 рубля 56 копеек, дороже всего продать за 60 рублей 44 копейки. Многодетные семьи могут освободить от транспортного налога. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. С января 2017 года из квитанции на оплату коммунальных услуг самарцев исчезнет графа «Общедомовые нужды». Этот пункт войдет в строку содержания и ремонт жилого помещения. Также поменяется и система допусков в квартиры, собственники которых не пускают специалистов, чтобы провести ремонт. Будет принят упрощенный способ вхождения представителей ГЖИ в эти помещения. То есть они будут обращаться в суд и в ускоренном порядке в течение 10 дней будет приниматься решение, что уважаемый собственник, вы обязаны пустить этих людей в свои квартиры. С Нового года изменится и подсчет голосов на общем собрании жильцов. Теперь он будет проводиться по принципу «одна квартира, один голос». На этом все. Удачи в делах! Далее коротко о других темах дня. Детская поликлиника в промышленном районе Самары в ближайшее время снова откроет двери. Прием организуют на первых двух этажах. Об этом сообщает региональный Минздрав. Напомним, 1 декабря посетители медучреждения в срочном порядке попросили его покинуть из-за трещин на стенах. Эксперты пришли к выводу, что здание не аварийное. Кроме того, будет проведено дополнительное обследование фундамента. В Самаре коммунальные службы призывают водителей не оставлять на ночь машины вдоль дорог. Они мешают уборке снега. В пятницу, субботу и воскресенье приведут в порядок исторический центр города. Речь идет о Ленинском и Самарском районах, а также частично железнодорожном и Октябрьском. Вывозить снег планируют в основном ночью. Самарский политех оказался в тройке самых востребованных российских инженерных вузов. Национальный рейтинг составлен Международным информационным агентством «Россия сегодня». При его составлении учитывались востребованность научно-исследовательского продукта и выпускников вуза. В исследовании приняли участие 446 университетов из 82 регионов страны. В Самарской области сегодня стартовала электронная запись детей в первые классы гимназии и лицеев. За первые пять минут количество обращений составило порядка 2500. Система работает в штатном режиме. Впервые процедура осуществляется через портал государственных услуг Самарской области. Из-за наступивших морозов ГИБДД Самары рекомендует пока воздержаться от поездок на автомобиле. Так, по прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается до минус 20 градусов, а ночью температура воздуха опустится до минус 28. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, выезжающим за город, позаботиться о наличии лопаты, троса, проводов для зарядки аккумулятора, теплых вещей и достаточного количества топлива. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД. До Нового года еще две недели, а волшебные истории уже начались. В Самарском доме ребенка «Солнышко» сегодня провожали одну из воспитанниц. По возрасту ее должны были отправить в специализированный пансионат для инвалидов. Но по счастливому стечению обстоятельств девочка уехала в семью. Елена и Андрей – педагоги-психологи, родители двоих сыновей. Вместе с мыслью о третьем ребенке пришло понимание, что родным он может не быть, а стать. Непременно девочка. Объехали немало сиротских учреждений Подмосковья и других регионов, пока судьба не вывела на самарского блогера Ольгу Шелест. Она показала ребятам программу «Право на маму про Хадижу». Это и определило их выбор. Мы скорее ориентировались на более-менее относительно здорового ребенка и помладше. Ну, просто я увидела вот ребенка, который… Я вижу, что там очень много всего внутри, и как бы потенциал, что видно, что человек развивается, и что она действительно очень стремится к тому, чтобы научиться ходить. Хадижа прожила в доме ребенка почти два года. За это время ни одна семья не делала попыток забрать девочку. Мало кто решится взять на себя такую ответственность и заботу. Сотрудники вложили в малышку немало сил и души. Благодаря их усилиям Хадижа начала делать самостоятельные шаги. Но ее ожидало печальное будущее. Сегодня с самого утра в солнышке плакали, но уже от счастья. Мы уже были, даже подготовили себя и морально, и ее, наверное, в какой-то степени морально, к тому, что мы ее переведем в другое учреждение. И вдруг такое счастье, вы не представляете. Мы, конечно, счастливы, что наш ребенок идет в семью. Давай, идти. Мам, дай я тебе рисунок покажу. Сегодня же Хадижа с мамой и папой сели в поезд до Москвы. Рождество она будет встречать дома с новой семьей. А копилку предпраздничных сюрпризов приемных родителей пополнила знакомство с сотрудниками Самарской опеки. Такие отзывчивые люди, действительно, ну, среди всех, с кем я общалась, самые теплые впечатления. И потрясающе быстро сделали заключение. Даже мы не ожидали, даже еще раньше, чем сказали исходно. Вот, спасибо огромное. Пока! Инесса Панченко, Артем Сулайманов. События. Все образовательные учреждения Самары готовы к Новому году. 19 декабря школы и детские сады. В них начнется череда новогодних праздников. Главная городская елка состоится 20 декабря в окружном доме офицеров. В ней примут участие тысячи детей. Также школы и детские сады готовы дарить подарки от губернатора. Всего в этом году сладкий набор получат почти 200 тысяч ребят. Эти цифры озвучили на заседании межведомственной комиссии по отдыху, оздоровлению и занятостью детей. Особое внимание специалисты уделили вопросам обеспечения безопасности детей в местах большого скопления людей в дни зимних каникул. В нашем городе все образовательные учреждения в настоящий момент готовы к проведению праздничных новогодних мероприятий. Если возникнут какие-то проблемные вопросы, мы постараемся оперативно в оставшиеся дни их решить. Я надеюсь, что все будет хорошо и что новогоднее настроение у наших детей, у их родителей, у жителей нашего города не будет омрачено никакими чрезвычайными ситуациями. Лучшие учителя России съехали в Самару свое десятилетие сегодня. Отмечает Самарский клуб «Учитель года». Юбилей отпразднует в рабочей обстановке на семинаре, где обсудят значение конкурсов профмастерства. Кроме того, в двухдневной программе мастер-классы от признанных профессионалов и круглой столы будут работать несколько секций для молодых учителей, классных руководителей, преподавателей математики, музыки, русского и иностранных языков. Особенность семинара этого года – его международный статус. Семинар даже выходит на новый уровень, он становится международным, у нас присутствуют представители даже других стран. Это хочется участникам семинара пожелать плодотворной работы. Обмен опытом – это самое действенное учение, передача того, что наработал каждый человек. Конечно же, это первостепенно, потому что учитель не должен замыкаться в себе. Он должен обмениваться опытом, видеть своих коллег, учиться и учить других. Потому что, я думаю, жизнь – это постоянное развитие и саморазвитие. Товарищ генерал в Самаре презентовали книгу, посвященную бывшему начальнику областного наркоконтроля Александру Синопальникову. В наш регион его назначили в 2010 году, а через три года он умер из-за болезни. Издание содержит воспоминания друзей, родственников и сослуживцев. С книгой о настоящем русском офицере ознакомился Олег Зверев. В Самаре он служил всего три года. Александр Синопальников возглавил областное управление наркополиции в 2010 году. Был переведен из Тулы. А в 2013-м из-за тяжелой болезни ушел из жизни. Но именно Самара стала для него самым близким городом. Вдовая генерала вспоминает, что в трудную минуту друзья, коллеги и сослуживцы проявили участие и оказали поддержку. Особенно чуткими оказались врачи. Для всех, кто его знал, Александр Синопальников был не просто начальником, но и хорошим другом. Примером, каким должен быть настоящий русский офицер. Книгу воспоминаний о нем так и назвали «Товарищ генерал». Причем эти слова не как обращение к старшему по званию, а через запятую. Инициатором издания книги стал общественный совет при бывшем УФСКН. Идею поддержал губернатор, а презентацию книги провели в здании кадетского корпуса МВД России, чтобы новому поколению служивых было на кого равняться. Книга написана очень простым языком, доступным языком. И ребята, прочитав эту книгу, для себя очень многое поймут. Синопальников настолько здесь, в этой книге, многогранная фигура, а он, собственно, таковым и был. Столько каждый нового о нем рассказывает. Вот лично я общалась, с одной стороны, с Александром Владимировичем, работала вроде бы, да, как представитель общественного совета, а я нашла для себя столько очень интересного. В издании рассказывается и о наградах Александра Синопальникова, в числе которых Орден Мужества и Орден Почета. Но больше родные и знакомые любят читать строки, автором которых был сам товарищ генерал. При жизни он писал книгу, отрывки из которой опубликованы только сейчас. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Новый год не за горами, и многие задумываются, где провести торжество, чтобы было вкусно, красиво и по доступным ценам. В одном из ресторанов Самары соединились все пожелания. В нашем ресторане учтено все до мелочей, и вложно частица души. И, конечно, каждому гостю здесь будет комфортно. Расписные драконы, ручная живопись, камин и сакура, дерево счастья погрузят гостей в роскошную атмосферу праздника. Свадебные банкеты, юбилеи и новогодние корпоративы. Каждый зал по-своему неповторим. Мы создаем яркие и незабываемые вечера, и у нас есть 12 залов. Также мы можем принять банкет до 180 гостей. Авторские блюда, интересная европейская рецептура от шеф-повара и высочайшее качество продуктов. Все самое вкусное и эксклюзивное только для вас. Золотая пагода предлагает своим гостям все самое лучшее. Больше всего на свете мы любим своих гостей и всеми силами стараемся исполнить все их пожелания. Ну а потом нет ничего приятнее, чем слышать слова благодарности после успешно проведенного банкета. Дарить праздник нашей профессии, которой мы безгранично гордимся. Баскетбольный клуб «Самара» снова порадал своих болельщиков зрелищной игрой. Новости спорта продолжат эфир. Я передаю слово Валерии Макаровой. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Самарские теннисисты отличились на всероссийском ветеранском турнире в Чебоксарах. Даешь молодежи в Новокуйбышевске стартовал этап чемпионата России по волейболу среди молодежных команд Суперлиги. Очередная разгромная победа баскетбольного клуба «Самара» в матче Суперлиги. На домашней площадке самарские баскетболисты принимали клуб из Сахалина. Для гостей игра не задалась с самого начала. На первой же минуте в их кольцо залетело два трехочковых броска от Алексея Жуканенко. 10-0 уже после трех минут. Лучшего дебюта в поединке с чемпионами вряд ли можно представить. Сахалин за первый период набрал лишь пять очков. А вот преимущество «Самары» продолжало увеличиваться. Баскетболисты удерживали преимущество в 27-30 очков. Переломить ход поединка островитянам не удалось и во второй половине игры. Финальная сирена прозвучала при счете 92-62. Сверхубедительная победа над чемпионами Суперлиги. В Новокуйбышевске стартует пятый тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди молодежных составов команд Суперлиги. В спорткомплексе «Октан» сыграют четыре коллектива из Казани, Москвы и Ленинградской области. Последние матчи состоятся в воскресенье. Спортсмены-ветераны Самарской области отличились на всероссийском ветеранском турнире по настольному теннису на призы главы города Чебоксары. Участвовали спортсмены из 13 городов Приволжского федерального округа. У теннисистов из Самарской области семь медалей. Два золота и одна бронза в личных выступлениях. В парном разряде еще два. Первых и вторых места. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Всем удачи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok